Чур, я первую буду крутить колесом. Как мне повезло, я просто обожаю колбаски. Круто, что мне выпали именно они. Точнее, одна огромная колбаска. Вкуснятина. А теперь я узнаю, какая вкусняшка достанется мне. Блин, я же хотела вкусняшку, а не гадкого таракашку. Может, еще не поздно все переиграть? Нет, я не позволю. Ты хочешь, чтобы я ела эту гадость? Они же воняют и ползают. Нет, я не буду. Я и без того их очень боюсь. Не хочешь по-хорошему, придется по-плохому. Время колеса наказаний. Нет, я лучше тараканов слопаю. Хотя они к моей аппетитной пицце совсем не подходят. Они атаковали мою руку! Нет уж, на такое я не подписывалась. Ужас! Джули, а ты чего ждешь? Пора бы и тебе колбаску слопать. Полностью согласна. Думаю, я сделаю из пиццы хот-дог. С начинкой из вкусной колбасы. Смотри, как круто получилось. Ничего вкуснее я давненько не пробовала. Толбаса идеально дополняет вкус пиццы. Это намного вкуснее, чем обычные хот-доги. Джули, ты вынуждаешь меня откусить твою вкусняшку. Я с удовольствием это сделаю. Ты что творишь? Кто тебе разрешал трогать мою сосиску? А ну отдай ее мне! Как тебе не стыдно? Ешь своих тараканов. Не хочу. Их так много. Они явно хотят съесть мою пиццу. Ничего себе. Их и правда целая куча. Пошли все вон. Дайте мне хотя бы откусить пиццу. Ничего себе. Они мне почти ничего не оставили. Ну, так даже удобнее. Она только что съела таракана. Какой кошмар. Кажется, в моем рту кто-то поселился. О нет. Пошел вон. У Милы во рту теперь тараканье царство. Можно в этот раз я буду первый крутить? Интересно, что выпадет мне в этом раунде? О нет. Только не червяки. Я буду рада жвачке, а не червякам. Ура! Хуба-бубу я люблю. Красота. Теперь моя очередь крутить колесо. Что? Это не честно. Почему кому-то жвачки, а кому-то куриные лапы? Они же мерзкие, страшные и противные. Да уж, не завидую я тебе. А ты бы лучше побыстрее все съела. И правда, чего это я жду? Пора разложить эти жвачки на пиццы, чтобы было красиво и вкусно. Они такие яркие и длинные. Какая красота. Та-дам! Ну как? По-моему, получилось просто потрясно. Да, выглядит круто. Не то, что куриные лапы. Кстати, у меня появилась отличная идея. Мила будет в восторге от пранка, который я для нее придумала. Это еще что за гадость? Нет уж, это уже слишком. Лучше бы ты эти лапки не мне в лицо пихала, а на пиццу клала. Так будет более продуктивно. И за что мне такое наказание? Я бы могла наслаждаться вкусом пиццы, но мне придется давиться куриными лапами. Ну как, Джули, тебе нравится вкусная пицца? Ты еще и издеваешься? Ешь лучше свою пиццу. Да, конечно. Почему бы вкусную пиццу и не съесть? О да, как же это круто. Я и не думала, что жвачка с пиццей вместе образует нечто нереальное. Это настолько вкусно, что я не хочу останавливаться. Пожалуй, пиццы лучше я уже давно не встречала. Думаю, самое время для огромного пузыря из жвачки. Вот это да. Он и правда большой. Чем больше пузырь, тем круче будет бум. Что произошло? Где я? Я ничего не вижу из-за этой жижи. Это мой шанс. Избавлюсь от всех куриных ножек. Есть пицца без них гораздо вкуснее. Джули, думаешь, я ничего не видела? А вот и нет. Я видела все. И за твой обман тебе придется столкнуться с колесом наказания. О, нет. Надеюсь, мне выпадет что-нибудь не страшное. Ура, пронесло. Дождь – это даже приятно. А если это будет дождь из куриных лапок? Ха-ха. Ой, помогите. Меня накрывает волну этих гадких лапок. Джули, ты так смешно выглядишь. Посмотрим, какая вкусняшка ждет меня на этот раз. О, да. Вот это я понимаю везение. Пришло время для мармеладных глазок. Их можно не просто съесть. С ними можно еще и поиграть. Смотри, Мила, у меня глаза на пальцах. Ну ладно, посмеялись и хватит. Пора попробовать. Ну как, вкусные? Очень. Уверена, что пицца будет невероятной. Я тоже хочу вкусняшку. Осьминог? О, нет. Какой ужас, они такие маленькие, склизкие и мерзкие. Не представляю, насколько пицца будет ужасной. Просто представь, что это будет мерзко, тогда не прогадаешь. Да уж, даже на вид противно. Не завидую я тебе. Я вот уверена, что пицца с мармеладными глазами будет вкусной. Даже выглядит приятно. Красота. Как же это вкусно. Невозможно остановиться. Я бы тоже от мармелада не отказалась. Никто бы не отказался. Сама себе завидую, что слопала такую вкусную пиццу. Теперь глаза даже изо рта лезут. Джули, ты как всегда дурачишься. У меня просто замечательное настроение. Мила, а ты чего не ешь? Я уже надеялась, что ты про меня не вспомнишь. Очень не хочется пробовать этих осьминогов. Надеюсь, они не прилипнут ко мне изнутри. Бедная Мила, мне даже смотреть на это мерзко. Конечно, это же осьминоги. Они липнут прямо к языку. Джули, ты думаешь, это смешно? Это вообще не смешно. Получай. Ой, что это было? Как ты посмела. Зато теперь ты понимаешь, что осьминоги – это вообще не смешно. Ты это зря сделала. Держись. Сейчас я тебе пиццу прямо в рот засуну. Целиком. Тогда тебе точно не спастись от всех этих осьминогов. Получай. Какая мерзость. Джули, ты очень жестокая. А вот и нет, я просто справедливая. Приятного аппетита. Решим на цуэфа, кто крутит колесо первой. Я победила. О да, картошку фри я очень люблю. А тараканов ты любишь? Они тебе и попадутся. Джули, ты знаешь, что жульничать – это нехорошо. Верни колесо в то положение, в котором оно было. Или придется прибегнуть к колесу наказаний. Ну и ладно. А вот и моя картошечка. Ее так много, и она так аппетитно пахнет. Хочется поскорее ее слопать. Джули, твоя очередь крутить. Точно. Надеюсь, мне тоже выпадет вкусняшка. Хоть бы вкусная, хоть бы вкусная. Нет. Что угодно, но только не чеснок. Он же вонючий. Странно, а почему его нет? Значит, мне не придется ничего есть. Посмотри повнимательнее. И правда, запах откуда-то исходит. Зачем на меня повесили эту бяку? Отвратительно. Так, ладно. Для начала нужно чеснок почистить. Для этого у меня есть даже специальная коробочка. Сначала туда нужно выложить все зубчики чеснока. И за пару секунд чеснок превращается в чищенный чеснок. Готово. Из него можно сделать очень красивый рисунок на пицце. Например, сердечко. Классная идея. А я с помощью картошки передам свою эмоцию. Радость. То есть нарисую милый смайлик. Смайлик гораздо лучше, чем сердечко. Ну вот еще, ты просто повторила за мной. Мое чесночное сердце уже ничто не сможет перебить. Да-да. А теперь тебе это сердце нужно съесть. О нет. Как же я буду его есть? Сердце же такое красивое. Ты постоянно отлыниваешь. Время – колеса наказаний. Блин, что-то мне совсем не везет. Придется не просто есть пиццу с чесноком, но и сделать из нее коктейль в блендере. Блендер у нас есть, так что тебе повезло. Мне даже интересно, что из этого получится. Думаю, что-то очень мерзкое. Сейчас мы это и узнаем. Давай. Если меня вырвет, Мила, ты будешь в этом виновата. От такой смеси наверняка стошнит. Да уж, да уж. Выглядит и правда мерзко. У меня во рту будто помойное ведро. Я так долго точно не протяну. О, это не значит, что я должна это нюхать. Держите меня, я падаю. О нет, чеснок даже Милу погубил. Какой кошмар. Я здесь, я в порядке. Ого, картошка фри даже на моем лице оказалась круто. Ого, сколько мармеладных глазок. У вас их много, а мне достался всего один. Это вообще не смешно. Это вообще не смешно. Получай. Хотя, может, глаз и один, но он все равно очень вкусный. Кажется, Мила расстроилась. Думаю, ее развеселит мой пранк. Надеюсь, он не покажется ей слишком жестоким. Но мне кажется, что это невероятно смешно. Мила, смотри, что я натворил. Как же больно. Глаз, его больше нет. Что? Какой ужас. Убери его от меня подальше. Вы что творите? Я задыхаюсь. Мила, из-за тебя Джули пострадала. Она же дышать не может. Какая вкуснотища. Откуда здесь глаз? Какая гадость. После сумасшедшего пранка слопать вкусный мармеладный глаз это именно то, что мне нужно. Согласна. Я тоже хочу поскорее слопать свои вкусняшки. Смотрите, какие у меня огромные глаза. Алекса, ты чего ждешь? Я сейчас сама твои глаза съем. Еще чего. Я и сам со своей кучей вкусняшек справлюсь. Может, ты и со мной поделишься? Тогда и со мной тоже. Мы же друзья. Девочки, даже не старайтесь. Все равно я никому из вас ничего не дам. Что происходит? Я слишком хорошо вижу. Глазастый Алекс. Почему у всех так много вкусняшек, а у меня всего лишь одна шоколадка Твикс? Надеюсь, она хотя бы вкусная. Эй! Я тебе не мусорное ведро, чтобы в меня бросаться. Да что ты ноешь? Ведешь себя как маленькая девочка. У меня появилась одна идея, как разделить шоколадку на несколько вкусных частей. Мне поможет пила. Надеюсь, ты не заплачешь снова, Алекс. Получай, Твикс. Главное, нас не задень своей пилой. Вы мне не нужны. Эта пила предназначена для шоколадки. Готово. Какая вкуснотища. Самый вкусный Твикс в моей жизни. Пришла и моя очередь есть шоколад. Но сначала нужно избавиться от фантиков. Теперь можно приступать к еде. Вкусно. Даже очень. Но чего-то явно не хватает. А знаете, с чем идеально сочетается шоколад? С молочком. Ай, да почему все летит мне в лицо? Это невероятно вкусное сочетание. Шоколадное молоко Твикс. Настоящий шоколадный рай. Так не хочется, чтобы шоколад заканчивался. А вы чего смотрите? Алекс, ты бы тоже уже мог начать есть. Я как раз придумал одну классную идею. Просто шоколадки — это вкусно, но скучно. Гораздо круче выстроить из них огромную башню. В качестве связующего элемента подойдет нутелла. Ого! Алекс, мы и не знали, что ты можешь забабахать такую башню. Конечно, я и не на такое способен. Надеюсь, эта башня побьет какой-нибудь рекорд. Уж очень мне хочется, чтобы все о ней прознали. Она такая аппетитная. Лучше мы ее просто съедим. Что вы творите? Почему башня трясется? Вы же ее развалите! Алекс, прости нас. Просто шоколадки очень вкусные. Все хорошо, меня спас шлем. Хотя башню жалко. Вау, здесь целая гора чипсов. И вся моя. Да уж, у вас чипсов много, а мне досталась одна очень маленькая чипсинка. Я ее даже рассмотреть нормально не могу. Это можно сделать только с помощью лупы. Образец выглядит аппетитно. Думаю, мне попался очень вкусный экземпляр. Нужно проверить это эмпирическим путем. Вкусно. А еще очень и очень мало. Алекс, твоя очередь. Наконец-то. Я как раз успел проголодаться. Кто так закрывает чипсы? Так их никто даже открыть не сможет. Без дополнительной помощи здесь не обойтись. Вот теперь другое дело. Сейчас я покажу мастер-класс и вы узнаете, как надо есть чипсы. Хоп. Готово. Вкусно. Тища. Да уж. Чипсы в прямом смысле крышесносные. Наконец-то наступила моя очередь есть эту вкусняшку. Эй, аккуратнее. Больно же. Прости, но я ничего не могу с собой поделать. Чипсы слишком вкусные. Да хватит. У меня и так голова болит. А меня спасает шлем. Я почти не чувствую ударов. Но я знаю, как мы можем ее проучить. достаточно просто разоружить этот замок из чипсов с помощью машинки. Вкусно, но очень тяжело. Только не брокколи. Что за странное семечко мне досталось? На вкус она просто омерзительна. Но, кажется, я знаю, что с ней нужно сделать. если я посажу зернышко и буду за ним ухаживать, то оно обязательно превратится во что-то вкусненькое. Сажаешь ты, а страдаем мы. Хватит ныть. Я почти закончила. Сколько же мне придется ждать, пока оно вырастет? А чего вы ждете? Вы точно успеете разобраться со своим брокколи? Меня от одного их вида тошнит. Фу, во рту будто кошка уличная прошлась. Воняет ужасно. Это нужно чем-то запить. А ну, стоять. Мне как раз нужна вода, чтобы полить семечку. Ребята, что-то происходит. Оно трясется. Надеюсь, это безопасно. Вот это да. Джули вырастила себе брокколи. Да уж, урожай так себе. Теперь тебе придется его есть. Вырастила на свою голову. Ну как, вкусно получилось? Нет, отвратительно. И хватит надо мной смеяться. Мила, теперь твоя очередь. Нет, я не хочу есть целую кучу брокколи. Может, получится от нее избавиться? Смотрите, там Микки Маус. Где? Какие же вы наивные. Теперь нужно успеть избавиться от всего брокколи. А ну, стоять. Думаешь, ты самая умная? Да как бы не так. Специально для тебя я поймаю все твои брокколи. Я все съела. А вот то, что ты выкинула. А я думала мы друзья. Друзья не обманывают друг друга, так что приятного аппетита. Ну вот, у меня всего один чупа-чупс. Мне это совсем не нравится. мне повезло гораздо больше. Супер. Алекс, только посмотри на мою порцию. Твоя меркнет на ее фоне. Ничего себе. Я глазам своим не верю. Никогда не видел так много чупа-чупсов. Давайте начнем с малого. Что ж, я не против. Нужно только снять обертку. Пока у тебя получается не очень. Я не собираюсь сдаваться. Да хватит смеяться. О нет, я сломала свой чупа-чупс. Не думала, что такое вообще возможно. Главное, что карамель цела. Большего мне не нужно. Какая же она вкусная. Супер. Надо же, как ты быстро закончила. Теперь ты, Алекс. Класс, мне давно пора подкрепиться. Смотрите, как легко я могу снять обертку. Ого, да уж, мне есть чему у тебя поучиться. Хватит мелочиться, пора играть по-крупному. Я хочу съесть сразу все. Что ты задумал, Алекс? Не бойтесь, я всего лишь хочу измельчить свою карамель. Смотрите, получается. Осталось совсем немного. Класс, какой же я сильный. Хватит, Алекс, нам страшно. Да все, все, я уже закончил. Теперь нужно пересыпать карамель в чашу. Ничего себе, как ее много. Ты круто придумал. Так, мне понадобится один целый леденец. Я оставил его не просто так. Теперь можно окунуть его в измельченную карамель и есть. Очень удобно. Жаль, что он так быстро закончился. Придется просто засыпать крошку себе прямо в рот. Что ж, тоже неплохо. Как вкусно. Не хочется останавливаться. ты половину просыпал мимо рта. Мила, теперь ты. Мне понадобится пылесос. Выключи его скорее. Упс, извините, я случайно направила его в вашу сторону. Он нужен мне, чтобы снять обертки. Крутая идея. Мне тоже нравится. Теперь я могу есть леденцы без всяких препятствий. Как это все помещается у тебя во рту? Невероятно. Боюсь, это плохо кончится. Ой, похоже, ты был прав, Алекс. Чупа-чупсы застряли. Я не могу ничего сделать. Ну ладно, так и быть, мы тебе поможем. Держись крепче. Аккуратнее, мне больно. Ого, это еще что такое? Это же челюсть милы. Какой кошмар. Да, все нормально, я вставлю ее обратно. Это еще что такое? Я даже разглядеть не могу. Похоже на зернышко кукурузы. Наверное, ты права. У меня таких несколько. У них совсем нет запаха. Неужели вы до сих пор ничего не поняли? Из этих зернышек готовят попкорн. Но я не умею. Нужно что-то придумать. Да, есть идея. А что если просто раскусить? Не выходит. Слишком жестко. Придется придумать еще кое-что. Мне поможет утюжок для волос. Думаю, его мощности хватит, чтобы приготовить одно зернышко. Ну как, получается? По-моему, слишком долго. Алекс, давай пока поиграем. Ну или поспим. Джули права, это слишком долго. Ого, все-таки получилось, класс. Ребята, посмотрите, какая прелесть. Браво, мы в тебя верили, мила. Надеюсь, я не зря ждала. О да, это очень вкусно. Теперь ты, Алекс. Мне нужно что-то посерьезнее утюжка для волос, чтобы приготовить свою порцию. Думаю, утюг подойдет. Не уверена, что это сработает. Твой способ тоже заставлял нас сомневаться. Вау, у меня получилось. Быстро. Да, ты нас приятно удивил. О нет, я обжег руку. Как же горячо. Иногда ты бываешь таким растяпой. Надеюсь, попкорн поможет мне отвлечься от неприятностей. Класс, очень вкусно. Как же мне приготовить такую большую порцию? Есть идея. Ого, это еще что такое? Машина для попкорна. Неужели вы никогда ее не видели? Сейчас я расскажу, как ей пользоваться. Для начала просто засыпаем зернышки внутрь. Вау! Вот так. Пока этого достаточно. Смотрите, работает. Мой попкорн уже готов. Это невероятно! Настоящее чудо техники. Думаю, можно добавить побольше зерен. Получилась слишком маленькая порция. О да, совсем другое дело. Супер! У нас весь стол усыпан попкорном. Тут осталось еще немного зернышек. Я использую их. Кажется, твоя машина вышла из-под контроля. Это даже к лучшему! Это что, настоящий рак? Выглядит пугающе. Мне даже прикасаться к нему страшно. Бррр, ужас! У тебя хотя бы всего один рак. Посмотри на мою тарелку. Хотя, думаю, нам не стоит бояться. Эти раки совсем не опасны. Я бы не был так в этом уверен. Представить не могу, как мне осилить эту огромную порцию. Пусть лучшая Мила начинает. Ну, спасибо, Алекс. Ты настоящий друг. Умеешь поддержать в трудный момент. А вроде бы и не так противно, как я думала. Правда? О, да. Мне даже нравится этот вкус. Я готова съесть рака целиком. Какая вкуснятина. Не ожидала, что мне такое понравится. Честно говоря, я тоже немного удивлен. Да, было вкусно. Мила, тебе бы не мешало почистить зубы после такой еды. Что? Упс, как неудобно вышло. Не расстраивайся, всякое бывает. Надеюсь, я тоже смогу справиться со своей порцией, как и ты. Ладно, начнем с малого. Попробую откусить хотя бы кусочек. Странно, мне показалось, что этот рак шевелится. Лучше возьму другого. Хорошо, что мне есть из чего выбрать. Но для начала избавлюсь от всего лишнего. Джули, я тебя не узнаю. Ты что творишь? Ничего такого, пустяки. Мне просто нужно было почистить раков. Это не оправдание. Посмотри, что ты с нами сделала. Извините, ребята, я не хотела. Ладно, пробуй уже. Мила была права, это действительно очень вкусно. Жаль, что мне досталась не самая большая порция. Я бы с радостью съела еще. Вот это да, у меня опять разыгрался аппетит. Класс. К сожалению, милая, у нас с тобой ничего не осталось. Теперь очередь Алекса. Ну что, вы подали мне отличный пример. Теперь я тоже готов это попробовать. Супер. И правда, пальчики оближешь. Можно мы возьмем у тебя немного? Ну уж нет, вы свое уже все съели. Ну дай нам хотя бы по одному кусочку. Хватит, я же сказал нет, не мешайте мне наслаждаться. Ммм, вкуснятина. Мы очень сильно проголодались, угости нас, умоляем. Ладно, думаю, этого вполне хватит. Очень смешно, жадина. Мы тебе это еще припомним. Да ладно вам, не злитесь, я же просто пошутил. О нет, тут живой рак. Мамочки, мне страшно. Как ты тут очутился? Эй, все нормально? О нет, помогите, он укусил меня за палец. Сделайте что-нибудь. Не надо кидать его в меня. Так больно. Так тебе и надо, Алекс.